Всем привет, дорогие подписчики! Сегодня мы в гостях у предпринимателя с 12-летним стажем. Это Ильяс Валиуллин. Он начинал с разработчика IT, а на сегодняшний день он владелец сети Мята. Мы сегодня приехали в Мята Эдишн. Как раз заценим с вами новый формат. И узнаем, почему молодые предприниматели доверяют его опыту. И уже 240 точек мята открыты на сегодняшний день по всей России и странам СНГ. Был такой этап, что мне было все это по фану. Представь, 25-летний парнишка, у него начались заведения. В декабре 2014 года начали развиваться. Сейчас уже 240 точек. К концу этого года цифра будет гораздо больше. Появились деньги, поехал, там купил себе кабриолет, появились деньги, там поехал, отдохнул. Слил на часы какие-то шмотки. Тяжело было осознавать в этом возрасте, что нужно что-то делать вдалекую. Но, наверное, тут больше помогла какая-то интуиция. Как идет такое перевоплощение сознания к отношению к деньгам. За счет того, что мы, к примеру, там убираем 17% затрат, которые мы соптимизировали, я дозарабатываю дополнительно больше 600 тысяч рублей. И когда ты отдыхаешь, ты позволяешь себе гораздо больше. И наша задача сделать так, чтобы гости себе позволили максимум сделать в нашем заведении. Что ожидать от мяты? Мы находимся в мяте. И сегодня интервью с Ильясом Удиволиным. Ильяс, нырнем сразу в самую главную тему. Ты развиваешь компанию по совершенно отличающейся бизнес-модели. В декабре 2014 года начали развиваться. Сейчас уже 240 точек. И это очень быстро. Для того, чтобы можно было так развиваться, один из инструментов, который применил, насколько я знаю, это то, что нет никакого роялти. И вы зарабатываете совершенно с другого, не как обычно франчайзинговые компании работают. То есть это система партнерства. Хотелось бы начать с того, чтобы ты дал определенные рекомендации тем предпринимателям, молодым, которые сейчас стартуют свою компанию, стартуют какие-то свои заведения. И вот понять, как можно быстро масштабироваться. Да, спасибо, Илья, что пришел. Давно хотел тоже лично познакомиться. Как ты правильно сказал, мы начали с 2014 года. И за эти 5 лет нам будет в этом году, мы открыли, запустили 240 заведений. Сейчас еще на стадии открытия находится порядка 30-35 заведений. Еще где-то 15 ищут помещения. Поэтому я думаю, что к концу этого года эта цифра будет гораздо больше. Когда мы запускали эту сеть, во-первых, она так стала сетью не сразу, так скажем, не с первого дня, потому что я ходил много в разные заведения, оставлял кучу денег, и в какой-то момент понял, что это уже начинает надоедать. У меня были подкоплены определенные деньги, и мы решили запустить свое такое лаунж-кафе. И потом, когда появились первые франшизы, у меня было четкое понимание, так скажем, франчайзингового рынка, потому что до этого у меня там еще была сеть-кафея небольшая. И я уже сталкивался с аудиторией, которая, так скажем, требует определенные обязательства нашей страны за счет роялти. И наш менталитет в России, наверное, там вряд ли кто-то будет это скрывать, построен таким образом, что большинство людей, они потребители. То есть они не думают о том, чтобы, так скажем, откуда все это берется, и что для этого нужно сделать. Они просто хотят, чтобы им давали, давали, давали. И даже сделав там роялти 15 или 20 тысяч рублей, у меня был такой опыт, люди начинают просить все больше, больше и больше, потому что им кажется так, если мы заплатили, значит, нам нужно давать. И с одной стороны, они делают это правильно. То есть нужно за то, что заплатил, требовать. Но с другой стороны, мы подумали, что мы хотим выйти совершенно на другой рынок и хотим начать зарабатывать с помощью своей работы. Потому что, говорить откровенно, любая франчайзинговая модель строится на том, что первые три месяца ты запускаешь заведение, там, два-три месяца, потом ты два-три месяца его поддерживаешь. И по факту через полгода люди уже не знают, а за что платить. Они платят просто за использование товарного знака, использование самого бренда. И я думаю, что... Я поставил себя там на место этих партнеров, и я подумал, блин, наверное, возникнет этот вопрос. То есть если первые полгода мы как-то закроем, а потом у людей идет как? То есть они начинают, там, платят, допустим, определенную сумму денег, мы выполняем обязательства, и им кажется, что мы должны все больше, больше и больше. И я побоялся, что мы упустим вот этот момент каких-то неоправданных ожиданий партнеров, и решили просто сделать все это без роялти. Больше стратегии была построена на том, что когда пройдет два-три года, у нас зайдут федеральные контракты, за счет чего мы сможем зарабатывать и содержать управляющую компанию. Вот. Мы сконцентрированы на том, что запускаем новые заведения, новые точки, и наш основной заработок, он, наверное, начнется, когда у нас будет больше 500 заведений. Поэтому такая игра в долгую, и это было очень тяжело, там, знаешь, мне было тогда 24 года, тяжело было осознавать в этом возрасте, что нужно что-то делать вдалекую, но, наверное, тут больше помогла какая-то интуиция, потому что если бы заново я садился и думал об этом, вот так прям целенаправленно, вряд ли мы бы пришли к тому, что имеем сейчас. И при этом есть много контрактов, за счет которых мы даже не зарабатываем. К примеру, мы сейчас там подключаем банки, которые дают эквайринг с пониженным процентом, и это все там делается для партнеров. Наша задача была изначально, это открыть много заведений и создать, наверное, больше такое место комфорта для гостей. Да, мы зарабатываем с поушального взноса, и, по сути, их хватает покрывать все расходы. И понял, что если я буду развивать еще франчайзинговые проекты, я не буду делать роялти. Потому что все, с кем я там разговариваю среди своих друзей, там, платят 3% роялти, это может собираться сумма там, из тех, кто заплатил, там 300 тысяч рублей, но им нужно содержать там 30 человек штата за это. И многие тоже сейчас понимают, что, по сути, это модель, которая более долгая и требует все равно больше усилий на контроле этих точек. Ильяс, а что вы предлагаете своим партнерам, когда вот человек подключается и собирается открывать менту, что он получает от вас? Сейчас, в первую очередь, мы даем алгоритм в целом, там, с первого дня заключения договора, начиная, там, от поиска помещения, заканчивая, там, ну, мы сопровождаем во время подписания договора, наши юристы всегда изучают договора, потому что это такой опасный момент, потому что иногда приходят предприниматели, которые, там, 22-23 года, они открывают свой первый бизнес, и они, как мы-то все, наверное, да, в первое время вообще не думаем о каких-то юридических аспектах, не думаем о договорах. Наша задача сделать им правильные договора и убрать риски того, что их могут через какое-то время выселить, потому что мы через это не хотели. Тоже аренда, это всегда, да, ничего большее, да? Потом у нас есть менеджеры, которые занимаются поиском помещения, мы при необходимости их подключаем, если партнер уже пришел, там, со своим помещением, нам уже становится проще. Весь алгоритм ремонтных работ, что, в какой этап надо делать, потому что, когда мы открывали свое первое заведение, я тогда потратил дополнительных, там, порядка 700-800 тысяч рублей, просто потому что не знал, какая последовательность должна быть. Кучу всего этого было, у меня такая, я говорю, 24 года, я ничего не понимал там в стройке. Ты айтишник. То есть во многих своих интервью ты говоришь, что ты айтишник и хочется понять, какие у тебя ключевые компетенции, в том, что ты специализируешься, как ты управляешь своей компанией. Слушай, на мне лежат все финансы в моих бизнесах. Раньше, допустим, это было как? Что мне нужно было, там, к примеру, на личные затраты, ну, к примеру, там, 20%. Потом, когда начинают расти доходы, ты понимаешь, что 20% ты уже не будешь тратить, потому что это большая сумма. И просто начинаешь работать с этим процентом. Это очень прикольный такой процесс изнутри. И за счет того, что, к примеру, у меня, ну, в рамках, там, я ты айтишник, вот я сел, там, посмотрел себе показать за февраль. Я разделил их на 8 блоков, посмотрел, какая у нас была стоимость затрат по каждому блоку и начал проводить оптимизацию, где и что мы можем еще срезать и в процентном соотношении убрать его. За счет того, что мы, к примеру, там, убираем 17% затрат, которые мы соптимизировали, я до зарабатываю дополнительно, там, больше 600 тысяч рублей. Самое основное, это резервный фонд, который нужно создавать, там, всем предпринимателям, потому что, ну, там, через какое-то время начинается такой этап, когда тебе гораздо комфортнее работать. Вот. У меня это появилось, там, с того момента, как я, там, женился, появилась дочка, вот. У меня появился резервный фонд, и это сейчас как бы такой момент, который, ну, дает, возможно, дышать, там, с более большой грудью, потому что раньше, там, еще несколько лет назад, у меня, там, появились деньги, не поехал, там, купил себе кабриолет, появились деньги, там, поехал, отдохнул, слил на часы какие-то, шмотки. Сейчас уже такого нет, то есть, ну, это вот прикольно, наблюдать за самим собой, как все это происходит, и как идет такое перевоплощение, там, сознание к отношению к деньгам. Вопрос увеличения продаж для бизнесмена, предпринимателей или руководителя компании является актуальным каждую минуту. Первые мои книги были именно о продаже. Главный навык менеджера и эффективность продающего, которая стала бестселлером в 2016 году. У меня есть новость. Для вас в 2018 году я потратил достаточно много времени, чтобы написать новую, мощную книгу, в которой собрал инструменты. Она называется «Бизнес как система». Эти инструменты проверены в компании Blackstar. То, что я сумел найти в опте, в услугах, в рознице и в производстве. Здесь собраны инструменты по маркетингу, по увеличению конверсий, связанные с тем, чтобы эволюционировать свой продукт или услугу, а также для того, чтобы можно было построить очень мощный HR. Для того, чтобы прочитать эту книгу, вам всего лишь достаточно зайти в книжный магазин или заказать через наши самые любимые сайты ozon.ru или labyrinth.ru. Приятного чтения! Если так взять, был момент, когда ты почувствовал, что все поперло. Можешь вспомнить, как это было от одной мяты до 10-15? Да, вообще первое время, когда мы запускались, был такой этап, что мне было все это по фану. Представь, 25-летний парнишка, у него начались заведения, ты приезжаешь в заведение, тебя встречают, готовят под себя вечеринку, потому что ты приехал на открытие. Я даже не думал о деньгах, а думал о том, что у нас открывается куча заведений. Потом в какой-то момент был такой небольшой кризис, и я уже начал больше созревать, понимать о том, куда мне нужно двигаться. И вот в 16-м году, это получается 3 года назад почти, была история, я расходился с одним из своих партнеров, и это оказалось, что для меня была вот эта новая точка роста. То есть, наверное, я еще тогда познакомился с своей женой, с девушкой на тот момент. И вот с 16-го года мы начали очень быстро расти. То есть мы по отношению к 16-м году, с 17-го года вырасти в 4 раза. По отношению к 17-18 году вырасти еще в 3 раза. Вот, наверное, все это вместе. То есть я начал следить за показателями, за цифрами, я начал ставить какие-то четкие планы на ближайший месяц, расписывать свои расходы, исходя из расходов, понимать, какие должны быть доходы, и все перевел в проценты. То есть вот у меня там все строится в процентном соотношении. То есть даже в конце месяца я могу сесть и расписать там процентном соотношении, на что я потратил куда-то время там и свои ресурсы. Что обеспечивает рост среднего чека? Средний чек увеличивается качеством продажи и введением новых продуктов. К примеру, там, мята, да, это, если говорить о сфере кальянной, со стороны кальянной посмотреть, это, ну, не кальяны все равно, это заведение, место отдыха. И, к примеру, там, когда проходят съезды всех этих крупных кальянщиков, там приезжают наши конкуренты, которых я очень уважаю, там классные ребята, тоже предприниматели, они нам говорят, ну вот, что, говорит, мята, типа, они же не кальяны. Они, говорит, кальян на фруктах делают, а для настоящих кальянщиков, которые там делают кальяны, там, для них забивка там в 10 баллов, которые там курят сильный кальян, для них это как бы прикольно. Но так как я там вообще не могу курить крепкие кальяны, и для меня важна вот эта вот атмосфера и тусовка, мы всегда стараемся там, допустим, выводить больше тему фруктов. То есть за счет даже, например, там, сделать кальян на чашу или на фрукте, вот первое увеличение среднего человека. Но самое главное, если у тебя крутая обстановка, крутая атмосфера, которую ты приучаешь гостей, рано или поздно они начинают сами заказывать более, так скажем, лучше вещи, потому что, ну, там, фруктовый чай, он гораздо вкуснее, чем обычный чай. И люди, они понимают, что они пришли сюда отдохнуть. И когда ты отдыхаешь, ты позволяешь себе гораздо большего. То есть когда ты едешь отдыхать, к примеру, за границу, ты выбираешь крутые отели, да, ты снимаешь там тачки покататься, идешь там на самые прикольные места, там, на площади посмотреть какой-то интересный собор. Ты выбираешь самые лучшие вещи и позволяешь себе это сделать. И наша задача сделать так, чтобы гости себе позволили максимум сделать в нашем заведении. За счет того, что мы даем правильную атмосферу, правильное настроение, обслуживание, сервис, качество, классный ремонт, они начинают позволять себе больше. Зарплаты кальянщиков тоже. То есть они, опять же таки, при выполнении плана на фруктах, если фрукты составляют более 70% за вечер, то кальянщики получают повышенный процент. Ну, многие, допустим, не обращают внимания. Наша задача сделать так, чтобы они, к примеру, продавали лучше фрукты. За счет этого все нацелены на увеличение этих показателей. Какой вывод мы можем сделать? В первую очередь можно устроить бизнес, который долгий, в котором долгие деньги. Всегда нужно думать о том, чтобы сделать какую-то гиперприбыль сразу. Можно рассчитать вперед и наперед видеть этапы развития своего бизнеса. Я верю, что если мы сделаем историю относительно того, что люди будут воспринимать наше заведение как место отдыха для повседневного дня, то в Москве живет там сколько? 15-20 миллионов человек. И для них 500 заведений – это не так много. Просто тут нужно уже мыслить по-другому. Исходя из того уровня мышления, который есть сейчас, мы, наверное, будем сделать тяжело это количество. Но когда мы объединимся как сеть, сделаем единые стандарты, более, так скажем, единые, сделаем идеальные качества и влюбим всех гостей города, тогда, наверное, и 500, может быть, и больше. Но ближайшая задача все равно – это перешагнуть планку 300 и 400. Наша задача – работать именно из потребности рынка, то есть не из-за своих потребностей. Если бы мы думали только о себе, то мята не была бы мятой на сегодняшний день. Да, потому что вот то, что я читаю пока что, это то, что нет какой-то жадности. То есть вы работаете на то, чтобы ваши партнеры окупались, чтобы они выходили в прибыль. Отсюда вопрос, а какое максимальное количество точек у франчизи? Вот какой-то рекордсмен франчизи, у которого много точек? Слушай, у одного 4 заведения есть, пятый вот он открывает сейчас, ну, наверное, 4-5, то есть много у кого есть 2-3, то есть очень много. И все равно мы там смотрим, что каждый пятый, седьмой партнер, он сейчас покупает франшизу. В прошлом году из 5 купленных франшиз, так скажем, одна была куплена партнером в виде второй. Вот, и для нас это очень круто. То есть для меня там партнеры, это все равно такая большая классная тусовка предпринимателей. Ну, фамилия такой. Да, у нас вот эта история того, что мятная семья, она идет с первого дня, и со всеми стараюсь общаться, там, с московской тусовкой. Есть очень много таких прям, ну, необычных ребят, которые там открываются, открываются, делают крутые показатели, они мыслят по-своему, и мы стараемся общаться, обмениваться опытом, чтобы мы могли использовать что-то и давать другим партнерам. Мята Эдишн, где мы сейчас находимся, что это такое вообще, в чем идея? Ну, совсем другой формат, полноценная кухня, полноценный бар. Мы стараемся тут выдерживать этот формат хорики, полноценный такой ресторанного формата. И, возможно, это будет такой, ну, для меня там, путь захода на этот рынок, потому что, имея такую классную, большую аудиторию, которая есть сейчас, ну, пока я не вижу, так скажем, преград там развивать это все дальше. Хотя у нас есть, знаешь, там, мяты разного формата, в Беларуси, кстати, в Минске запустилась на прошлой неделе, там, мяты караоке, вообще, как бомбическое, я смотрел видосы. Ребята двигаются, они там согласовывают с нами, спрашивают, как можно делать, и будет круто, если там через какое-то время выйдет, там, мяты nightclub, там, мяты караоке, мяты лаунж, и там, мяты, к примеру, идишь и в виде ресторана. Потому что появляется аудитория, которая лояльна к бренду. Да. То есть и всем партнерам мы доносим, что самое главное – это наши гости. То есть мы должны делать все, чтобы наши гости к нам возвращались. У меня, к примеру, есть один из партнеров, как раз он в управляющей компании, мой партнер сейчас помогает. У него в Серпухе, там, сколько, 100 тысяч населения, и у него количество возвращения в заведение 85%. И, живя в Серпухе, он зарабатывал там 600-700 тысяч. Сейчас он уехал, у него бизнес работает уже больше полугода без него и приносит там больше даже доход. То есть только за счет того, что он создал аудиторию 85% постоянников, у него идет постоянно поток и рост бизнеса. Вот касаемо LTV как раз, вы отслеживаете каким-то образом этот маркетинг и показать? Сейчас, ну, в разных заведениях у нас есть скидочные системы, карточки. Это, кстати, очень крутая история. Мы сейчас, к примеру, сюда вводим систему карточек, которая там, она будет и скидочная, и накопительная бальная. Вот, то есть это в рамках эдишн. И мы сейчас разрабатываем мобильное приложение для сети, где мы хотим за первый год поставить планку зарегистрировать больше 100 тысяч гостей. То есть сейчас в месяц приходит порядка 300 тысяч всего гостей в разные заведения Мяты. Ну, 250-300. Это исходя там из тех данных, которые нам предоставляют ребята. И мы хотим сделать приложение, в котором мы будем объединять всех наших людей. То есть это будет внутренний такой мир Мяты Лаунж, вот, где люди смогут накопить баллы, могут там до 50-30% расплачиваться этими баллами. Они смогут видеть, где, в какой Мяте, какая идет акция, что, кто там, до скольки работает, какой кальянчик на смене. Будут свои рейтинги, будут свои конкурсы. Да, люди же ходят к своему кальянчику. Да, да, люди ходят к своему кальянчику. И мы хотим еще сделать такой прикольный экспириенс в рамках Москвы, чтобы кальянчики походили, поработали в разных заведениях. И за счет этого мы сможем поднимать показатели, так скажем, там, умения успешных кальянок до более успешных, за счет того, что будет приходить персонал, которого знают. Знаешь, просто об идеях говорят два типа людей. Реально идейные люди дела, то есть те люди, ну, скажем так, люди дела, да, то есть трудолюбивые люди, у которых есть идеи, и они эти идеи воплощают в жизнь. И балабола. У них тоже очень много идей обычно. У них даже больше идей. У вас, ладно, у них даже больше идей обычно. Вы вот с точки зрения того, как вы работаете, вы выращиваете кальянчиков или берете уже готовых? Ну, конечно, нам интереснее выращивать новых, потому что рынок меняется, и понимаешь, там, за пять лет, к примеру, те кальянчики, которые работали там пять лет назад, им было там по 23-25 лет, вряд ли они сейчас работают, им уже там по 28-30 лет. То есть у них семья и прочие моменты. Хотя есть очень крутые люди, которые фанаты своего дела, они любят это дело и делают это лучше, чем другие, которые там из-за 30, то есть мы их очень уважаем, это все равно такие, ну, как бы, в своей тусовке известные люди. Вот. Но наша задача постоянно сделать систему, в которой люди будут обучаться. Потому что если этого не будет, то мы становимся, это становится уязвимой точкой. Наша задача убрать все уязвимые вопросы, которые могут возникать там в рамках заведений. Касаемо эдишн для интереса. А вот сумму инвестиций, я услышал, 400 тысяч долларов, то есть примерно там 25 миллионов. А какой срок выхода на окупаемость? Что касается эдишн, он с первого месяца рентабелен. Мы, к примеру, там, февраль к январю мы выросли на 30% по показателям. Сейчас, исходя из данных выручек, там, февраль к марту по сегодняшнему числу, у нас прирост еще 20%. Если взять, к примеру, с сегодняшней даты, наверное, время окупаемости будет до одного года. Вот поэтому мы работаем там в белую. У нас все, все налоги, все платежи, все происходит, там, по законам. И за счет этого все равно это помогает делать капитализацию бренда в дальнейшем. Ильяс, а что вы делаете для маркетинга, для того, чтобы увеличивать количество посетителей заведения? Ну, например, из последнего мы подключили Яндекс, на которых отображаются все наши логотипы и основные заведения Мята в Москве и Московской области. Это Яндекс-навигаторы? Да. То есть ты можешь прям вбить там, либо по запросу кальяна, либо бар, либо Мята-лаунж, и у тебя покажут тебе ближайшие заведения. Ну, по приоритету всем по-моему, заведения покажут, которые находятся в ближайшем радиусе и порекомендуют тебе построить маршрут. Можешь, кстати, попробовать прямо сейчас. Вот мы здесь видим, что мы находимся в Мят Эдишн. Вот. Здесь есть много еще очень Мят. Слушай, ну, их реально много. Скажи, ну, а насколько вот они выходят на рентабельность? То есть, что это не просто точки, а они все окупились там, или какой срок рентабельности? Как вот это узнать? Слушай, у всех идет по-разному. В основном, конечно, идеально, когда они окупаются за 10 месяцев, 12 месяцев. Но лучше, наверное, даже у них это лично спрашивают, потому что у всех свои истории и у всех свой срок окупаемости. Я понял. Ну, я предлагаю рандомно тыкнуть на какую-нибудь Мяту. Самое главное, чтобы ты тыкнул к тем ребятам, которые в городе, которые можно доехать. Ну, вот, Мята Лаунж Юго-Западная, например. Так, там у нас Маис и Максим. Кстати, у Маиса уже не первая точка. Да, хорошие очень ребята. Давай я наберу его, узнаю там. Давай, чтобы можно было у него напрямую спросить. Да. Самое главное, чтобы когда мы приехали, он не сказал, что он не знает, кто мы такие. Да, Маис, а ты сейчас где находишься? Есть время увидеться буквально на полчаса, часик? Так, все. Тогда приедем на Вернадского где-то через минут 40-50, через часик, где-то через час, наверное, мы будем. Момент launch, когда только открылись, то есть что-то делается для того, чтобы привлечь большое количество аудитории. Что делается? У вас же не просто Яндекс директ рекламы, правильно? Да, в директе у нас вообще нигде, кстати, нет по поводу раскрутки заведений самих. Слушай, поначалу это была огромная работа с соцсетями и сейчас есть все равно все эти алгоритмы расписаны, как нужно делать, что нужно делать. Есть свои подрядчики, SMM-щиков, которые все это ведут, все это проверяют. Сейчас уже гораздо проще всем открываться, потому что вешают вывеску менять лаунж, создают там Instagram, ВКонтакте и уже люди знают, что это такое, потому что в каждом месте только по Москве более 100 тысяч человек, которые ходят так или иначе в мяты. Но есть еще куча других источников, есть вот свой такой внутренний алгоритм работы, раскрутки заведений, который ходит, как раз, на франчайзинговый пакет. А скажи, а почему люди вообще курят кальян? Слушай, кальян курят уже сколько? Больше пяти тысяч лет. Там первые кальяны, потому что написано в интернете, да, по данным были придуманы в Индии еще и их курили во все времена. Они банан курили в основном, какие-то банановые корки, наверное. Тогда не было никотина. Значит, еще полезнее все это было. Основное, наверное, у людей это просто привычка. Людям нравится общаться, пускай какой-то дым, и это же куда круче, чем молодежь ходила бы, знаешь, там, бухали бы просто, подели в подъездах, как это было буквально 20-30 лет назад, насколько это было модно. Я приходил там домой, поднимался по подъезду и всегда кто-то сидел, курил, пили пиво или еще что-то. Сейчас этого практически не видно в подъездах. Для тех, кто ходит в Мяту, вот для вашей аудитории именно заведений, пару инсайтов вообще таких-то жизненных от себя. Пока мы думаем, ну, о каких-то схемах, о каких-то непонятных вещах или о каких-то конфликтах, у нас уходит энергия туда, и она тянет нас как парашют назад, то есть мы не можем двигаться вперед. Поэтому там, моя задача была, чтобы убрать все это. Я помню, что я звонил там, общался с людьми, с которыми какие-то непонятки, со всеми разрулил все вопросы, которые были, все равно они накапливаются. И вот. Эмоциональные качели убрать. Избегать людей, которые вас в чем-то ограничивают, которые говорят, что это не получится, то не получится, еще что-то. Потому что поддержка это то, что нужно любому человеку. У меня мой рост, он очень сильно связан с тем, что у меня там есть жена, которая меня во всем всегда поддерживает. То есть она видит во мне такого безоговорочного лидера и всегда знает, что все будет круто. И за счет того, что она в меня верит, я обретаю там еще большую веру. И за счет того, что я убрал тех людей, которые в меня не верят или во мне сомневаются, даже в плане сотрудников. То есть конструктивная критика, она нужна. Но сомнения, они не нужны. То есть одно дело, если мы с тобой поговорили и ты сказал, слушай, это не получится, давай сделаем так. А другое дело, если ты сказал, ну да, ты попробуй, но вряд ли у тебя получится. То есть вот лучше таких людей убирать. И третий момент, это херачить надо постоянно. Как бы вот. Воздушных замков там не бывает и красивой жизни там просто без ничего делания тоже не бывает. То есть мы проходим огромное количество сложностей, трудностей и их бывает так, что ты месяцами не спишь. То есть это не так, что одну неделю. И сегодня партнеры это те, кто перенимают опыт, который там за 4 года получается ты нажил. И люди залетают в индустрию просто это гораздо быстрее и гораздо экономнее в плане денег. Ну мы поэтому и здесь. Люди дело. Это люди действия. Это люди, чье эмоциональное состояние связано с тем, чтобы действовать, а не с тем, чтобы там хейтить кого-то. Однозначно, вот когда-то мы все прорываемся и понимаем то, что есть те, у кого нет энергии, они на негативе, они на разрушении, они на двойных стандартах, на конфликтах, на то, чтобы за спиной кого-то обсуждать, даже что-то кого-то хейтить. А те, кто на позитиве, то есть те, кто прорвались в этот позитив, это очень большого стоит жить на позитиве, потому что именно тогда ты можешь насыщать людей, которые вокруг. Ну давай глянем, как ты насыщаешь Маиса. Да, погнали. Погнали. Чтобы вы приехали в гости в Мятал Лаунж на проспекте Вернандского. Да, я хочу вас познакомить, хотя мы уже так за пределами камеры немножко пообщались, познакомились. Это Маис. Наш партнер, у которого на данный момент 4 заведения. Вот так, если взять именно кальянную индустрию, почему решились с братьями открыть именно кальянную? Да, ну в первую очередь мы решили открыть кальянную сферу. Почему решили зайти? Потому что это тренд, это лаунж, лаунж атмосфера, то есть ресторан никогда в жизни эту атмосферу не подаст. И сами любим кури с кальяной тоже, исходя из этого, вот пришли к этому, что двигаться в этом направлении и развиваться в этом направлении. К моменту, когда вы приняли решение открывать, как вы выбрали именно мяту? Именно мяту мы выбрали в связи с тем, что топовые вкусы, вкусные кальяны, то есть в первую очередь и самое главное обслуживание. То есть это премиум уровень, это необычная кальяна, подвальная и тому подобное. То есть это премиум класс, поэтому в первую очередь нам задело вот это, понравилось и решили связать свой бизнес, направление будущего с мятой. Ну, а касаемо выхода на рентабельность и окупаемости инвестиций в открытие, как быстро вообще это произошло? Смотри, значит, рентабельность у нас вышла на второй месяц, то есть со второго месяца мы уже вышли на прибыль, минимальный, но уже был. А что касается окупаемости, у нас по срокам стоит 11-12 месяцев максимум. Так как мы работаем 9 месяцев, соответственно, по плану у нас 11 месяцев окупаемость. И, слава богу, все идет по плану. А что подкупило еще? То есть помимо качественных ароматов, помимо качественных кальянов, помимо уже существующего бренда мята, то есть который достаточно известен, что еще подкупило? Значит, я купил в первую очередь, соответственно, управляющую компанию, работа управляющей компании, и на первую же встречу с Ильясом, когда мы уже встретились, начали обсуждать. То есть после этой встречи сомнений не было, то есть должна быть мята лаунч и все. Ильяс очень сильно мотивировал, заряжал энергией, и вот так мы решили открыть. Много ты смотрел конкурентов? Конкурентов, да, очень много смотрели, выбирали, то есть Hucca Place, Hucca Time, Uscalian. Но самые доступные и приемлемые уступы это были у меня таланжи. Исходя из этого, мы остановили свой выбор на этом, и, как видите, успешно двигаемся за 9 месяцев в 4 заведения уже. А почему 4? То есть что до окупаемости инвестиций уже было принято решение открыть второго, третьего, вот сейчас четвертое заведение, где мы находимся, уже такого более, еще более премиума формата? Индустрия растет гигантскими темпами, поэтому, не дожидаясь, мы решили открыть следующие заведения уже. В Инстаграме есть такой хэштег MataFamily. Что такое MataFamily? MataFamily это то, что мы, как мятная семья, ассоцируем себя и друг другу помогаем во всех вопросах. То есть кто-то открылся, новое заведение открыли, помощь нужна какая-то. Кроме управляющей компании мы тоже начинаем друг другу помогать. Это огромный успех, я считаю. Здорово. Касаемо взаимодействия с управляющей компанией, в чем они помогают? Управляющая компания помогает абсолютно во всем. Практически круглосуточно они на доступе по любым вопросам. То есть мы обращаемся, ребята быстро отвечают на все вопросы. То есть в чем-то нужна помощь, сразу помогают. Скажи, а каким образом вот именно работа в сети позволяет вам быть на высоком качестве чая, кальянов, но при этом на хорошей закупочной стоимости? То есть если я понимаю, это и есть ключевой плюс сети помимо бренда? Да, естественно. Управляющая компания заключает федеральный контакт. Это позволяет нам иметь хорошие цены для наших осей. Мейс, расскажи немножко математику. Сколько денег вложили в открытие? То есть первая точка, вторая, третья, вот эта, четвертая. Сколько денег потребовалось, чтобы открыть? Значит, первую точку на стритинге мы вложили 7,2. Второе заведение, он сегмент чуть ниже, 3,5. Третье заведение у нас 4 миллиона. А в это премиальное заведение, последнее, четвертое, мы вложили 8,2 миллиона. Что используется как своего рода такой магнит для вашей аудитории, для ваших гостей? То есть что побуждает их приходить помимо кальянов, помимо чая? Что еще вы придумали такого, что будет новинкой? Ну, во-первых, это классная атмосфера, лаундж-атмосфера, то есть непринужденная самое главное. И в скором будущем в течение полтора месяца у нас откроется третий зал, где будет караоке. И, соответственно, на лето у нас будет веранда на 30 столов. Здорово, желаю успехов в развитии дальше заведения. Пусть будет действительно 10 точек до конца года. Отличная цель, масштабная. Это уже другая бизнес-модель, чтобы управлять 10 заведениями, это не то же самое, чтобы управлять тремя или четырьмя, однозначно. Поэтому вам сил, управленцев, ваш коллектив, которые смогут вообще все это выстраивать, своевременно там брать людей, адаптировать их. Ильяс, расскажи, какие у тебя есть планы по развитию дальше, именно вот с точки зрения глубины взаимодействия с гостями. То есть, что ожидать от Мяты? Как я сегодня говорил, мы сейчас в ближайшее время разрабатываем мобильное приложение и суть этого мобильного приложения, чтобы мы смогли удовлетворить все потребности нашего гостя. То есть, я долго анализировал свои потребности в рамках заведения. Я хожу часто по Мятам, хожу в другие заведения. И мобильное приложение расстроилось, исходя из опроса моих друзей, меня самого, что было бы нам действительно комфортно. И наша задача сейчас думать именно за наших гостей. То есть, нам обязательно нужно, чтобы гости могли в любое время забронировать столик в Мяте, в который они захотят поехать. Ну и видеть столики, если я правильно понимаю. Например, он за полчаса понял, он зашел в приложение, быстро себя забронил или увидел, что в этой Мяте столиков нету и забронил в другой ближайший. То есть, потом они должны видеть, что происходит на выходные в этих Мятах. Где какой диджей играет, куда можно пойти на тусовку с друзьями, где можно отметить день рождения. Третий момент, они могут копить баллы в этих заведениях. То есть, они могут накопить баллы в одном заведении, потратить их в другом, то есть, в определенном количестве. И они могут делать какие-то заказы. Потому что часто такое бывает, что мы приезжаем в заведение поработать, посетить за ноутбуком, и нам не хочется делать заказ, мы хотим, чтобы к нашему приезду все было готово. Мы дадим возможность для гостей работать в приложении, так скажем, в режиме онлайн. Они смогут и делать заказы, и выбирать любое заведение. К примеру, там есть гости, которые постоянно делают один и тот же заказ. Я недавно смотрел очень прикольное интервью основателя Али Бабы. И он говорит, что сейчас ценности должны нашего развития и образования должны строиться немножко на других понятиях, нежели чем это было раньше. Сейчас появляются роботы, куча историй связанных с тем, что вся робототехника овладевает огромными индустриями. И нам нужно воспитывать ценности дружбы, общения, комфорта, взаимопомощи. И как раз мы все это хотим использовать и внедрять в мятах, чтобы мы могли стать единой такой большой семьей, где люди приходят отдыхать, и они приходят и получают это. Потому что просто в ресторанах это немножко другой формат. А когда они приходят в заведение как к себе домой и при этом получают хороший сервис и знают тех ребят, к которым они приходят и могут в любой момент там взаимодействовать в открытую, тогда мы получим, наверное, тот эффект, к которому мы и стремимся. Илья, спасибо большое за день. Действительно, было классно. И я предлагаю увидеться нам через 5-6-7 месяцев, когда мы запустим мобильное приложение. Было бы классно показать его в том числе и подписчикам, какую работу мы проделали, чтобы мы были как раз людьми дела и показали все это на результате. Будет очень интересно посмотреть. До встречи. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok